Друзья, всем привет! С вами Станислав, интернет-магазин FieldTime.com.ua Сегодня будем рассматривать японские часы Casio G-Shock. И если зайти в интернет-магазин наших партнеров DECO, можно увидеть как минимум несколько аналогичных по дизайну моделей с абсолютно разной ценой. Вопрос, в чем тогда разница? Дело в том, что наша модель вот с таким референсом GMWB5000G1ER или как ее еще называют 5000-ники, является современным запуском старенькой модели Casio с самой навороченной начинкой, солнечной батареей на борту, наличием блютуза и возможностью синхронизации часов с вашим смартфоном через фирменное приложение Casio. К тому же эти часы выполнены полностью из нержавеющей стали, а не из полимера, как на бюджетных моделях. В первой части этого видео я визуально покажу часы, расскажу об их характеристиках и моих тактильных ощущениях от качества часов. А во второй части я разберу функционал и покажу, как часы настраиваются. Несмотря на то, что часы внешне очень похожи на бюджетные модели Casio, которые я показывал вам в самом начале, все же отличия здесь есть. Корпус из нержавеющей стали с ионным смоленистым лакированием явно выделяется и имеет ощутимое отличие от полимера. И если корпус здесь лакирован, то рант имеет четко выраженную текстуру металла, что также придает хорошего контраста. Задняя крышка полноценно завинчивается в корпус, а не вкручивается четырьмя винтиками, как это происходит на бюджетных моделях Casio. С каждой стороны корпуса есть по две кнопки, каждая из которых отвечает за определенную функцию или действие. Об этом чуть позже. Ремешок часов сделан из резины. Качество неплохое, но не скажу, что прям уж выдающееся. Из особенностей этой модели снова же пластина из нержавеющей стали, которая регулирует длину ремешка. Давайте снимем размеры. По самой широкой части 43,5 мм. Длина от ушка до ушка 49 мм. Толщина 13 мм. И вес часов составляет 98 грамм. А вот так часы сидят на моей руке 18 см в обхвате. Это четко мой размер. Ушки не выпирают. Но я сразу хочу сказать, что рука в идеале должна быть как раз от 18 см в обхвате. Или часы будут великоваты. По характеристикам начну с того, что здесь установлена солнечная батарея. То есть часы заряжаются от естественного солнечного света. Одного дня на солнце достаточно, чтобы зарядить аккумулятор на много месяцев вперед. Плюс есть функция энергосбережения, которая позволяет часам работать долгие месяцы в полной темноте, если они для вас стали неактуальны. Срок службы батареи может доходить до 10 лет и более. Конечно же, если мы говорим о Casio G-Shock, то по умолчанию стоит понимать, что это противоударные часы. В данном случае с отличной водозащитой в 200 метров. В часах можно не просто плавать, но и погружаться. Стекло минеральное, но пусть вас это особо не смущает, так как оно грамотно расположено ниже уровня ранта. Поэтому ударить его будет физически сложно. И здесь мы плавно подошли ко второй части, где я разберу функционал часов и их возможности. На дисплее вы можете видеть основное время. День недели на русском языке, который есть в этой модели. И число с месяцем. Функции часов Casio G-Shock переключаются левой нижней кнопкой. При первом клике мы попадаем в меню мирового времени, где прописано время пяти городов. При этом в маленьком прямоугольнике вначале указывается название города, а потом отображается ваше местное время. Переключаются часовые пояса правой нижней кнопкой. В приложении G-Shock Connected на вашем смартфоне вы можете под соответствующую ячейку подставить любой нужный вам город. Позже я вам это также покажу. При следующем клике на левую нижнюю кнопку мы попадаем в функцию будильник. Здесь снова же можно установить до пяти будильников. И делается это через то же приложение G-Shock Connected. Но можно настроить и ручками. Для этого зажимаем верхнюю левую кнопку. После чего выставляем нужное время срабатывания сигнала. Переключение между часами и минутами делается левой нижней кнопкой. А выставление самого времени правой верхней и нижней. Правая верхняя кнопка понижает значение. И это подписано на самом дисплее со знаком SET-. А правая нижняя наоборот повышает значение. И это подписано как SET+. После того, как вы установили время срабатывания будильника, просто еще раз нажимаете левую верхнюю кнопку. Снова кликаем на левую нижнюю кнопку. И попадаем в меню секундомера. Правой нижней кнопкой можем запустить. Этой же кнопкой останавливаем. А левой верхней обнуляем. Еще раз кликаем на левую нижнюю кнопку. И попадаем в меню таймера обратного счета. Максимальное время обратного счета может составлять 24 часа. Настраивается ровно так же, как и будильник. Давайте я еще раз покажу. Но вы старайтесь запоминать механику. Потому что не все так сложно, как кажется на первый взгляд. И функции настраиваются идентично. Итак, зажимаем левую верхнюю кнопку. Левой нижней кнопкой можем переключаться между счетчиками часов и минут. И даже секунд. А правой верхней и нижней кнопками повышаем или понижаем значение. После того, как мы установили нужное нам время обратного отсчета, просто нажимаем левую верхнюю кнопку. После этого старт отчета начинается правой нижней кнопкой. Так же, как и в секундомере, правой нижней останавливаем. Левой верхней обнуляем показания. И еще из важного. Как вручную настроить время и донастроить определенные функции. В главном меню часов снова же зажимаем левую верхнюю кнопку. После чего несколько раз кликаем на левую нижнюю кнопку. Вот то самое меню ручной настройки времени. Вначале правой нижней кнопкой мы можем сбросить в 0 секунды. Потом делаем переключение левой нижней кнопкой на часы. И правой верхней, нижней, верхней и нижней, как я вам уже показывал, выставляем нужное значение. Снова же левой нижней кнопкой переключаемся уже на минуты. И делаем все то же самое по аналогии с часами. То есть правой верхней и нижней кнопками переставляем минуты. Нажимаем левую нижнюю кнопку и настраиваем год. Еще раз левую нижнюю кнопку и настраиваем месяцы и дни. Следующее нажатие левой кнопки переведет нас в меню отображения времени. 12 или 24 часа. Здесь вы выбираете, как вам удобно. Еще одно нажатие левой нижней кнопки приведет в отображение дней недели и месяцев. То есть сейчас первыми стоят дни, а вторыми месяцы. Но можно это изменить. И еще раз кликаем на левую нижнюю кнопку и попадаем в меню выбора языка. Здесь по умолчанию сейчас стоит русский, но можно переключиться и на зарубежный язык. Следующее переключение нижней левой кнопки это включение и отключение звука при нажатии на кнопочки. И еще один клик приводит нас в меню установки длительности подсветки. Можно установить 2 или 4 секунды. Кстати, здесь классная подсветка, давайте на нее и посмотрим. И еще один клик левой нижней кнопки приводит нас к функции, которую я, к сожалению, не могу идентифицировать. И последний клик на левую нижнюю кнопку приводит нас в меню режим экономии аккумулятора. Можем, соответственно, либо включить, как сейчас он, либо правой кнопкой выключить off. Друзья, возможно, было немного нудно и вы просто молодцы, что досмотрели. Но мне лично было неудобно, что в других обзорах ребята что-то там нажимают и не озвучивают, на какие кнопки жмут. Мне приходится отматывать, всматриваться и поэтому я терял еще больше времени. Ну а теперь давайте посмотрим, что можно делать в нашем приложении G-Shock Connected. Для начала его нужно скачать и установить. Это бесплатное приложение, которое доступно как в App Store, так и в Google Play, если я не ошибаюсь в названии. Господи, забыл, как называется это приложение для Android. По-моему, Google Play, но думаю, что владельцы меня поняли. Заходим в приложение. Предварительно не забываем включить Bluetooth на вашем смартфоне. Приветственное меню G-Shock Connected сразу же вам об этом может напомнить. Выбираем нашу модель. Так, кликаем вот здесь, левая верхняя иконка, подключиться к новым часам. Нам нужны пятитысячники. Вот они, GMW-B5000. И инструкция сразу подсказывает, что нужно зажать на 3 секунды левую нижнюю кнопку. Обнаружены новые часы. Зарегистрировать часы в программе. Делаем. Регистрация успешно выполнена. После синхронизации часов с телефоном в главном меню сразу же видим те самые 5 слотов для мирового времени. В каждый из них мы можем подставить нужный для нас город. А еще есть очень удобная кнопочка World Time или Home Time, с помощью которой вы можете переместить местное время в маленький прямоугольник на дисплее часов. А мировое время определенного города в строку основного времени. Это удобно, когда вы, например, в Лондоне стали появляться чаще, чем в своем родном городе. Для того, чтобы использовать функцию, нажимаем на кнопку World Time и Home Time. Выбираем город, с которым хотим поменяться временем. Давайте Лондон. И после этого нажимаем кнопку Подтверждение. Теперь основное время Лондона ушло в основную строку на циферблате часов. А время, ваше местное время, уйдет, вернее ушло, она просто сейчас не отображается, как раз в маленький прямоугольник на циферблате. Из полезного в приложении однозначно будут вкладка Утилити. Она вот здесь справа находится. А в ней очень удобно можно установить будильник, либо будильники, таймер обратного счета. И помните функцию, которую я не мог идентифицировать перед режимом Экономии Энергии. Это функция Напоминалка или Reminder, как она называется в приложении. Здесь вы можете оставить себе напоминалку, например, День рождения. Вписывается это вот здесь в строку названия. Установить дату и в день события часы сигналом и бегущей строкой в маленьком прямоугольничке обо всем напомнят. В общем, функции, которые я показывал вручную на телефоне, можно более удобно настроить в приложении. И при нажатии на шестеренку в правом верхнем углу экрана, мы попадаем в еще одно меню, где при выборе нашей модели есть ряд полезных штучек. Например, настройка индикации часов. 12-24 часа, последовательность день-месяц, также русский язык. Все то же, что я вручную, но не очень удобно настраивал на часах вручную. В общем, здесь можно установить все те же функции, что я делал ручками на часах, но более удобно и более понятно. Хух, разобрался и надеюсь, что и вам как-то помог. Что я хочу сказать по итогам? Я не совсем воспринимаю Casio как полноценные часы. В том смысле, что для меня часы должны выглядеть привычным образом. Casio же я рассматриваю как отличный инструмент. И это действительно узнаваемые, неубиенные, технологичные часы с огромным количеством функций. Если вам есть куда это все применять и вам важно, чтобы ваши часы не страдали при ударах и грязной работе или очень активном образе жизни, то эта модель – отличный выбор. Цена часов в магазинах Украины сегодня составляет 26 140 гривен. Купить модель вы можете как в нашем магазине «Филтайм», так и в сети наших партнеров «Дека». Ссылки я оставляю в описании к этому ролику. Плюс эта модель есть в разных модификациях цветов, материалов, ремешка. И все эти варианты как раз есть в самом крупном магазине Украины «Дека». Также дарю вам промокод «Филтайм» на персональную скидку при выборе любых часов Casio. Используйте при оформлении заказа и получайте свою лучшую цену. И хочу сделать акцент, что если вы хотите купить оригинальные часы Casio с полноценной гарантией 2 года, то нужно делать это у официалов. Собственно, в магазинах, которые я указал выше. Ну а с вами, как всегда, был Станислав. Не забудьте подписаться, поставить пальцы вверх этому видео, если вам было полезно. До новых встреч. Пока!